Месяц до открытия физкультурно-оздоровительный центр в Зубчининовке готовится принять юных спортсменов. Это один из немногих спортивных объектов, построенных в поселке. И от этого очень долгожданный и необходимый. Особенно Зубчининовка, то есть это такой район, вот понимаете, здесь очень много талантливых детей, но детям очень далеко ездить в центр города, а тут все на месте. Комплекс включает в себя открытый многофункциональный спортзал, душевые, раздевалки и медицинский кабинет. Занятия для детей здесь будут бесплатными. Глава города Олег Фурсов проверил темпы и качество строительных работ. Спортивный комплекс не должен разочаровать жителей. Плюс здесь очень много детей, которые учатся, то есть хотят заниматься футболом. То есть это один из самых, которые они хотят делать. Ну а пропускная способность какая? Сколько человек здесь может тренироваться? Одновременно, одновременно. Около пятидесят. Сколько? Около пятидесят. Строительство комплекса стартовало в октябре 2015-го. Место выбрано не случайно. Территория принадлежит школе. Раньше здесь находились заброшенные сады. Меньше чем за год строители возвели современные спортивные сооружения. Объект в такой конструкции был выбран не случайно. Это так называемая быстро возводимая конструкция, построенная по типовому проекту, который неоднократно уже применялся на территории Российской Федерации. Заниматься в спортзале можно и летом, и зимой. В холодное время зал будет отапливаться с помощью специально построенной для него котельной. Круглый год можно использовать и уличную площадку. Летом здесь будет футбольное поле, а зимой зальют каток. Здесь все для этого предназначено. И можно будет кататься на коньках или играть в хоккей. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков. События. Редактор субтитров А.Семкин